Семинар, посвященный докладу Анны Владимировны Макаровой, аспирантки Богословского факультета, по теме, которую она сама и назовет. Пожалуйста, Анна Владимировна. Добрый вечер. Я думаю, что камеру, наверное, можно не включать, чтобы лучше было презентацию видно. Но, собственно, тема моего доклада, она уже на экране. Проблема рецепции соборных решений верующими в гословских дискуссиях второй половины девятнадцатого начала двадцатого века. И, наверное, для изначального поточнения понимания термина рецепции я здесь просто приложу определение, которое использует в своей работе на пути к собору покойный претерей Георгий Ореханов. Вот как раз в обзоре дискуссии на предсоборном присутствии, в котором мы сегодня коснемся под рецепцией, мы понимаем, богословие понимает принятие решений церковного собора церковным народом, его согласие с этими решениями, принятие или отвержение всей церковной полотой соборных решений как собственное свидетельство. И, как представляется, этот вопрос становился проблемным, когда связывался с практическими сторонами церковной жизни, такими как межконфессиональная полемика или обсуждение процедуры церковных соборов. И здесь, конечно, прежде всего необходимо упомянуть так называемое окружное послание Единой Святой Соборной Апостольской Церкви ко всем православным христианам 1848 года, известно также как окружное послание восточных патриархов. Напомню, что само это послание и появилось, собственно, тоже в племическом контексте. Это был ответ патриархов восточных церквей на составленную в том же году энциклику Папы Пии IX у Верховного Апостольского престола Петра. В энциклике этой содержался призыв всем, кто в странах Востока и собредельных странах славит себя именем христиан, но не имеет никакого общения со Святой Римской Церковью, соединиться с Римской кафедрой. И в своем ответе, указывая, что для возможности воссоединения католической церкви должна отменить ряд литургических нововведений и догматических изменений, восточные патриархи обращались к римскому пантифику с призывом провести эти перемены, мотивируя свое предложение, в том числе и наличием такой возможности именно в Западной Церкви, но не на Востоке. Потому что у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ. Вот эта известная формулировка «народ хранитель благочестия» потом постоянно встречается в русских богословских дискуссиях, вплоть до объяснения того, чем отличается православная церковь от католической, если мы рассматриваем непогрешимость римского папа, что православие. Обычно все время цитируют этот «народ хранитель благочестия». И особое, наверное, значение в русском богословии эта формулировка приобрела благодаря славянофилам, потому что Алексей Степанович Хомяков, опять-таки стремясь отделить понимание церкви православия католических представлений, неоднократно, например, в переписке с Кошелевым, с Пальмером, обращался к тексту послания восточных патриархов, но трактовал данный фрагмент достаточно свободно. Ну вот здесь как раз пример его пересказа этого места в письме к Пальмеру. Надо понимать, что это перевод с французского еще, конечно. «Не иерархическая власть, несословное значение духовенства не могут служить обчастистому за истину. Здесь дар познания истины резко отделяется от иерархических обязанностей. Дар неизменного ведения приписывается неотдельным лицам и совокупности церковного тела, является спутником нравственного начала взаимной любви». Можно заметить, что здесь в пересказе послания этого акценты уже смещены с такого сохранения благочестия на познание истины, дар присущий совокупности церковного тела. Но еще свободнее, наверное, с этим посланием восточных патриархов обходился другой славянофил, Юрий Федорович Самарин. В переписке с баронессой Фан Раден, тоже такая известная цитата, в принципе, отрицал наличие какого-либо внешнего авторитета в церкви. Никогда церковь не признавала ни за каким собором характер вселенскойсти. Никогда она не говорила «это учение истины», потому что оно произошло на Вселенском соборе. Совершенно наоборот, только после того, как учение было признано истинным, оно осваивало собрание, которое уформулировало имя Вселенского собора. И таким образом, пытаясь отделить в области экклезиологии православное учение от католического, русское богословие сталкивается с вопросом о том, как в противовес четкому объяснению католицизма можно определить тот самый орган непогрешимости в православной церкви и как конкретно понимается это хранение благочестия. Или, если иначе так четко выразиться, что такое механизм рецепции соборных решений сообщества верующих, как это вообще происходит. И понятно, что этот вопрос не меньше, даже, может быть, больше, чем славянофилов волновал как раз представителей другой стороны такой межконфессиональной полемики, так называемых филокатоликов. И здесь я очень кратко сделаю отступление, просто поясню, что под терминами филокатолики и русские католики, ну, это то, что называют этими терминами, эти сообщества не всегда совпадают, потому что, собственно, филокатолицизм как направление общественной мысли у нас принято связывать с XIX столетием, и не обязательно это относится к людям, которые непосредственно перешли в католическую веру, так как к филокатоликам обычно относят не менявшего вероисповедания Петра Яковлевича Чаадаева и отчасти Владимира Соловьева, чей переход в католицизм до сих пор остается спорным фактом его биографии. Потому что здесь как бы речь идет не о конкретной принадлежности к той или иной конфессии лично человека, а скорее системе взглядов на возможную роль католической церкви в истории России. И вот в своих дискуссиях о филокатолике XIX века они обычно использовали такую традиционную там католическую аргументацию о том, что это очень важно, именно вот папская власть, как то, что объединяет церковь, вот именно потому католическая церковь едина, потому что она вот вокруг папы, а православной церкви много вопросов, что такое вот единство, они все отдельные, зависит от национальных правительств. Но при этом вот именно у филокатоликов заметно, что их всегда волнует вопрос о понимании вот этого церковного, так сказать, органа неподрешимости на Западе и на Востоке. Вот в середине XIX столетия таким ярким представителем филокатолицизма был князь Иван Сергеевич Гагарин, и его обращения в католицизм, конечно, часто там объясняются его социальными взглядами, он там какие-то развивал идеи Чадаева, введал в католицизме некий залог спасения России через объединение церквей. Но если исследовать мотивы, которыми Гагарин объяснял решение о смене веры, то эта картина дополняется другими интересными деталями. В биографии Гагарина Квер цитируется набросок письма к неизвестному лицу, в котором князь объясняет свой выбор веры в пользу католицизма личными мотивами. У него логика такая, он рассуждает, что необходимое условие истинной веры это апостольское преемство, то есть ему нужно выбирать между греческой и римской церквью, которые сохранили апостольское преемство. А разделение между этими церквями заключено в двух вопросах. Это вопрос о Филиокове и институт зримого головы церкви, то есть примат Папы Римского. Вот изучая эти вопросы, Гагарин приходит к выводу сначала о том, что Восточная церковь права по поводу Филиоковы, а Западная права по поводу примата Папы Римского. И далее у него начинаются какие-то сомнения, то есть он пишет, ну, как он полагает, Бог необходимым образом желает, чтобы люди могли отличать его церковь от всех прочих. Следовательно, желает, чтобы она обладала признаками, по которым они будут способны таково ее признать. Но совершенно невозможно, как он пишет, рассуждать человеку самому об истинности Филиокова. Это богословский вопрос. И судить, обсуждать это начало бы впасть в протестанство. Ибо это значило бы, что вы решили стать судьей истинного учения церкви. Признаете за собой право принимать или отвергать принципы этого учения. А вот с другим вопросом по поводу примата Папы такой проблемы нет. Потому что институт зримого главы церкви – это или творение Иисуса Христа, или же изобретение человека. Если это изобретение человека, то оно есть не более, чем исторический факт, которым я могу быть судьей, рассуждает Гагарин. То есть он может как бы исследовать, как возникло это учение, сделать вывод о том, истинно оно или ложно. И если оно истинно, то, соответственно, уже принимая его, он принимает это догматическое учение католической церкви. Потому что вот у него есть некий авторитет, которым он может отсылать Папа Ринский. И поскольку князь не обнаруживает исторических свидетельств против института папства, но зато находит там в писании и в передании убедительные обоснования этого института, как он пишет, он решает, что это истинно, а далее он может совершить акт веры, предоставив церкви лица папу судить о восхождении Святого Духа. То есть, по сути, он сводит этот вопрос о Филиоке по вопросу о папском первенстве. То есть, догмат недоступен разуму, но истину церкви можно доказать. А доверяя непогрешимости суждения церкви, верующий принимает то вероучение о Троице, которое церковь ему предлагает. Ну и далее Гагарин также полемизирует в переписке с Самарином по этому вопросу, потому что для Самарина, о котором мы уже упоминали сегодня, непогрешимость постоянно существует в церкви как потенциальная возможность, которая проявляется через решение Вселенских соборов. А Вселенскими соборами признается сама церковь с течением времени. Но Гагарин возражает, что в таком случае католическая церковь имеет равное право считать истинно Вселенскими все свои 16 соборов и опровергнуть этот аргумент без заказания иных объективных критериев Вселенскости просто невозможно. И для Гагарина орган непогрешимости, собственно, как раз Папа Римский единственный епископ, который по преимуществу в своей кафедре не может быть вне церкви и поэтому может подтвердить истинность принадлежности к церкви других епископов и верующих. Например, отвечая в 866 году на письме Самарина в журнале «День», Гагарин как раз вернулся к вопросу о высшей церковной власти с критикой воззрения Хомякова, которую он считал противоречащими православному вероучению о церкви учащиха хранительницы истолковательницы истины. Он как раз пишет о Хомякове, что Хомяков ставит окончательное решение споров церковных не в самом соборе, состоящем из пастыря, а в согласии всех верных, то есть в какой-то всеобщей подаче голосов. Это, кстати, очень этот аргумент. Понимание католиками вот этой вот рецепции соборных решений верующим очень часто они это понимают как некое какое-то голосование и критикуют именно с таких позиций. Удивляясь, как люди, придерживающиеся такого учения, могут называться православными, вы не православные, вы старобрядцы, только вас не достает того, что составляет неотъемлемое достоинство старобрядцев, неколебимой приверженности к независимости церковной, зато у старобрядцев в итальянской закваске нет, а у вас она есть, пишет Гагарин Самарин. Для Гагарина, как мы видим, вот этот вопрос о церковном авторитете был во многом основанием для его личного выбора конфессии. Католицизм ему дал четкие ответы, предлагая видеть средоточие власти авторитета в фигуре понтифика. А православное понимание этого вопроса, или оно отсылало к представлениям непогрешимости собора епископов, подтвержденный самим же собором, такой замкнутый круг получается, собор истинный, потому что этот собор сам себя считает истинным. Либо уже какие-то славянофильские трактовки православной христиологии уводили его еще к более туманным представлениям о том, что собор истинный, потому что его последствия церковь признает истинным. А как это происходит, непонятно. Но в конце XIX века эта конфессиональная полемика получает продолжение в не столь известном эпизоде дискуссии другой филокатолички княгине Елизаветы Григорьевны Волковской с представителями русского академического богословия. Нам трудно сказать, когда именно Волковская пришла в католицизм, скорее всего, это у нее связано было с семейной традицией, с детством приведенном время, но вот ее публицистическая такая активность пришлась на где-то в 880-е середину 890-х годов, и как раз в этот период она тесно общалась, дружила и переписывала с Владимиром Соловьевым. Тут надо просто пояснить, что это ее первая книга о церкви уделила много внимания такой просто апологии учения при мать и папе, и неожиданно стал ответ на реакцию. Появилась серия полемических статей, с одной стороны, профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Александра Львовича Катанского, а с другой стороны, вышла целая книга профессора Казанской Духовной Академии Николая Яковича Беляева о католицизме. Обе эти книги были, книга и серия статей, это было направлено все против публикации Волконской, даже немножко вызывает вопрос, чем было связано такое к ней внимание. Ее биографы утверждали, что это было личное указание Победоносцева, но тут вопрос очень спорный. Но так или иначе, реакция последовала, и в ответ Елизавета Григорьевна Волконская во второй своей книге «Церковное предание русской богословской литературы» критически разобрала тексты оппонентов, а заодно еще разобрала опубликованную в то же время совершенно независимо от нее книгу про Террия Александра Лебедева, такого исследователя русского богословия, о главенстве папы. И вот как раз уже разбирая эти труды православных, так сказать, академических богословов, она сосредоточилась в большей степени на трактовке церковного единства и авторитетов православных сочинений, чтобы показать, что же, собственно, там понимается вот этими вопросами и что там не так, как ей казалось. Тут интересно, что профессор Николай Беляев, он опирался тоже на мысли перешедшего в православие католического священника Владимира Гетте, такой был известный тоже персонаж, тоже полизонизирующий с католиками активно. Гетте и след за ним Беляев повторяли, что непогрешимость нельзя помещать на одного или нескольких человек, усвояющих в себе особое присутствие Святого Духа. Православное понимание непогрешимости церкви сводится там, как они писали, на достоверное свидетельство непрерывно износимое христианским обществом о том учении, которое Христос и апостолы сообщили этому обществу. И вот как раз развивая эту мысль, профессор Беляев в своей работе и писал, что епископы на церковном соборе могут вынести неистинное свидетельство, если они изменили верному учению, но это не отменяет непогрешимости самой церкви. Церковь или принимает собор, или отвергает их, смотря по тому, видит ли там в них выражение своей веры. И церковное свидетельство собора получают тогда, как тогда становится непосредственным достоянием всего тела церкви, переходит в действительную практику церкви и делается правилом веры и жизни. Но, собственно, Волконская в ответ отвечала, что решения высшей церковной власти не могут быть поставлены в зависимости от постороннего утверждения. То есть ошибочно предполагать, что высшая власть не сами соборы, а те, кто каким-то образом утверждает их решение. Вот церковная власть с точки зрения Восточной Церкви это власть епископов, чье учительство непогрешительно, потому что они апостольские преемники. Это та самая мысль, с которой, кстати, ранее спорил Самарин. Вот как раз этот статус епископов главы Церкви, предохраняющие верующих от заблуждения. Именно они являются органами непогрешимости. А вот слова Гетте о свидетельстве христианского общества Молконская понимала буквально как то, что соборы должны руководствоваться каким-то господствующим в данный момент в обществе мнениями и понятиями. Но, естественно, она пришла к выводу, что идея Гетте, на которую опирается Беляев противоречит православному пониманию высшего церковного авторитета, объединила обоих авторов в невольной ереси. Но, однако, причина этого заблуждения по ее мнению связана с тем, что в православном учении есть пробел. Если непогрешительно учительство епископов, то непонятно, что же удостоверяет исповедование самих епископов. Католическое вероучение полагает гарантию исповедования как пособов, так и пастырей в общении с главой всех священных глав, то есть папы римским. А в православии этот вопрос остается открытым, а учение непогрешимости не достаточно целостное и незавершенное. Но затем Волконская обращается к сочинению Петерия Александра Лебедя во главенстве папы. И там в этом сочинении про Этерию Лебедев он сравнивает развлечение вселенских поместных соборов на Востоке с попытками западной церкви отделить папские определения экс-кафедрал от некофедральных и указывает, что под первое разделить соборы легче второго. То есть церковь, всегда создающая себя как единое, всегда себе верное тождественное общество, без всяких критериев знает свои соборы. В принципе, критерии не требуются для истинности, вселенских соборов или поместных. Но вот дальше про Этерию Александра Лебедев он совершает какой-то необычный шаг и в тексте все-таки предлагает признаки истинности соборов. То есть он пишет, что критерии истинности вселенским соборам не нужны, но если уж так хотите, то мы легко их назовем. И это решение на самом деле сильно дискредитирует его сочинение в глазах Волконской, потому что предложенные им критерии действительно вызывают некоторые вопросы, если вдуматься. То есть он пишет, что цель истинного собора неземные побеждения защиты православного вероучения, на истинном соборе царит свобода совещания, единомыслия, братская любовь и определение истинного собора принято всеми церквами. Соответственно, Волконска возражает, что по первому признаку можно признать собором любое христианское общество, вообще по второму даже единическое спорище, при том, что на истинных соборах единомыслия, братской любви порой тоже не очень наблюдалось. А третий признак вообще нельзя считать надежным, потому что соборы начинали почитаться вселенскими еще до получения согласия от всех церквей. И те, кто отказался принять их постановление, тем самым не лишали легитимности соборы, а наоборот себя отделяли от вселенской церкви. Соответственно, законность собора должна поделяться известным требованиям, установленным церковной практикой или церковным правилом, исключала Волконская. Ну и далее Пальтерия Лебедев доказывала, что разделение церкви на учащие-учащиеся неверно, так как предмет непогрешимости церкви есть не учительство иерархии, а хранение истины, для которого требуется святость и совокупность и тело церкви, а не только учащие иерархии. И вот он как раз упоминал это послание восточных патриархов, о котором мы сегодня уже говорили. В этом отношении у нас нет разделения церкви на две неравные половины учащие и слушающиеся как бытучители церкви по обязанности сознательно хранят на подрешительной учреждении церкви, а миряне только послушанием участвуют в хранении истины. Забота о хранении истины лежит на всех ценах церкви. Волконская там в ответ в принципе повторяет критику Гагарина в представлении Хомякова. Для нее тоже попытка указать на участие мирян в деле сохранения и передачи истины это в общем некая передача власти мирянам. Указание на то, что стремление всех членов церкви их святости обеспечивает церковную непогрешимость и почему-то кажется близким к ересе донатизма. Она пишет, как у донатистов такой лебедевый сокрушимость, непогрешимость, обитаванная церковь в лице апостолов для обеспечения всемирного социального действия непорочности и ее учения и истины сводится к личным подвигам свободной воли и свободного разума. Но вот если резюмируете эту характеристику полемики Елизаветы Волконской, то один из главных вопросов беспокоящих и я это вопрос о том, можно ли говорить виручительной непогрешимости епископата, вообще данной ему по обитованию Христа апостолом, либо источник непогрешимости епископата нужно искать через связь с папским престолом. Ну так у католиков, да? Попутно она старается отделить учения Восточной Церкви от искажений, которые, по ее мнению, привносят современные православные богословы. И к таковым она относится, во-первых, к попытке поставить истинность собора в зависимости от количества участников или представленных кафедр. Это заблуждение, как она пишет, основанное на понимании Церкви как массы верующих, а не иерархической структуры. А второе заблуждение как раз попытка выдать за критерии истинности вселенских соборов последующую ратификацию соборных определений всеми верующими. Потому что если решения соборов должны быть приняты верующими, чтобы стать истинным, это лишает авторитета сами соборы. Ноносителем непогрешимости становится паства а не иерархия. И еще одна интересная проблема, связанная с представлением о том, что истинность церковных соборов определяется не сразу, а постепенно. Такое представление легко применить к соборам прошлого, если исходить из того, что эпоха вселенских соборов закончилась, количество авторитет решений очевидно и проблема больше не стоит. Но как раз Волконская указывает, что понятие полноте и полномочия вселенской правоспособности церковной власти почему-то в восточном христианстве уже связывают с представлениями о церкви в прошлом. Полномочия дарованы были на определенный срок, давно истекший. И она задается вопросом, а как оценивать истинность собора, создан сейчас. И действительно, мы увидим, что через несколько лет этот вопрос встал перед православным богословием. Но здесь еще нужно упомянуть точку зрения, наверное, важнейшего представителя филокатолической публицистики, как Владимира Соловьева. Его вообще точка зрения, как и его отношение к католистизму в целом потерпела несколько информаций. Он сильнее всего приближался к католическим представлениям о важности единого носителя непонарешимости в работе 1989 года России в Сирианская церковь. Там он как раз обосновывал папскую непонарешимость из исповедания Петра в Евангелии от Матфея, в главе 16. Если помните, когда Христос спрашивает, за кого народ почитает меня, потом, за кого вы почитаете меня. И вот эта первая формулировка основного догмата понимания Христа как Мессии озвучена в Евангелии одним Петром, подчеркивает Соловьев. Не народом и даже не всеми апостолами после какого-то совещания, а одним человеком, которому доверено такое. Здесь он видит обоснование и папского примата, и вообще представление, что неким носителем непререшимости в церкви должен быть один человек. Цитата, в которой он это объясняет. Как раз позже, когда позиция Соловьева относительно католицизма стала меняться, в статье 1893 года из «Вопросов культуры» Соловьев процитировал уже упоминавшийся на чеке доклада письмо Юрия Самарина Баранесси Фонрата. Вот как раз в ДС как раз эта цитата. Там он сначала цитирует Самарина тоже в своем уже переводе. Предполагает вообще, что между Латинской Церковью и нашей разногласия состоит в том, что одна принимает за орган божественного вдохновения за особу преемника Святого Петра, тогда как другая приписывает ту же силу совокупности епископов, соединенных во Вселенский Собор. Таким образом, с обеих сторон оба признания внешнего знака в принципе разногласились относительно факты. Признаюсь, что меня сначала поразило то, что на этой почве мы всегда были побиваемы папистами. Если только допустить этот принцип, они одни последовательно, предлагая в качестве знака определенную личность. То есть, если осуждать, кто именно носитель непогрешимости папа или епископат, то логика католической церкви гораздо понятнее. И Самарин, как пишет Соловьев, подчеркивал, что непогрешимость как внешний знак проще перенести на конкретную фигуру нежно на общность разных лиц, поэтому в расставлении непогрешимости все епископаты уступают, в расставлении непогрешимости папы. И выбраться из этого тупика можно лишь отказавшись в попытках поиска внешнего критерия истинности. И Соловьев действительно соглашается, как он пишет, что выведенная Самарином дилемма папизма или духовная свобода, эту дилемму можно обойти только путем недостойных бесплодных сделок совести. Под папизмом он понимает здесь чрезмерные претензии творческой церкви на духовный и не только авторитет, такой путь внешнего вынужденного подчинения в области веры, а под духовной свободой какую-то постоянную умственную нравственную деятельность отдельных людей и целых христианских народов по поиску истины. Далее, наверное, чтобы сэкономить время, мы сразу перейдем уже к дискуссиям на период подготовки по местному собору. Собственно, вопрос этот всплывал тоже в разных публикациях православных благословов. Часто возникали вопросы, связанные с тем, как трактовать это послание восточных патриархов о народе как хранителя благочестия. Но если скажем нежконфессиональный контекст, в котором эта проблема проявилась, он может быть со временем стал менее значимым, тем более и католики стали в 20 веке несколько менять свои жесткие представления разделения церкви научащие и учимые на это отдельная тема. А вот дискуссия о процедуре будущего поместного собора русской церкви как раз показала правоту замечаний в Алпанской, что отложенный ответ на вопрос о признании соборных постановлений всей полнотой церкви, он годится для такого статического взгляда на церковь, но не для ситуации динамической, когда собор ожидается настоящим. Не претендуем на подробное освещение подготовки поместного собора, но выделим момент, связанный с темой рецепции. Еще, конечно, до начала работы предсоборного присутствия в связи с известной запиской 32 священников оформилось противоречие между представлениями о каноническом соборе, составленном из архиереев, и требованием сторонников церковного обновления привлечь к участию представителей белого духоренства и мирян, максимально расширить состав собора. И вот это возникшее на первых заседаниях первого отдела предсоборного присутствия в марте 1906 года дискуссия канонистов, таких как профессор Берников, Суворов и сторонников адаптации катонических правил под актуальную ситуацию, это, конечно, Николай Аксаков, профессор Несмелов, Патриаре Павел Светлов, их дискуссия переросла из спора о составе собора в спор о понимании рецепции. И можно, в принципе, обозначить основные виды аргументов в пользу широкого состава собора, но это важно здесь на нашей теме, но, собственно, у противников вот этой подходы, у тех, кто предполагал, что собор состоит именно из архиереев, у них был предсказуемый набор аргументов, отсылающих, прежде всего, к канонам, церкви, к преданию, а сторонники предоставлениями мирянам и делам духовенства права голоса на соборе, даже с равными епископскими полномочиями, они прибегали к аргументации нескольких видов. Это довольно интересно. То есть, во-первых, они использовали в качестве аргументов общественно-политическую аналогию, я цитаты здесь на слайдах привожу, вам их затеют не буду для экономии времени, но смысл в том, что общественно-политическая аналогия использовалась чаще всего как способ рассуждения собора по аналогии с общественно-политическими институтами. Я, конечно, уточнилась, что аналогия не может быть полной церковь, не равна тому или иному органу политической власти, но церковь существует в определенных исторических условиях, она требует каких-то внешних форм организации, и здесь может использовать схему устройства общественно-политических институтов и ориентироваться на запрос общественности, которая стремится активно участвовать в делах управления, будь то вот Дума или Церковный собор. Другая группа аргументов близкая к этому довольно интересная, это новое осмысление роли мирян в связи с изменением статуса императора для собора. То есть участники указывали, что, участники спора указывали, что исторически именно император в Византии стал постепенно осмысляться как представитель светского начала на соборе, вернее, представитель мирян. И в ситуации, когда церковь стремится освободиться от светской власти императора, актуально, для начала XX века, не следует впадать в другую крайность, устранив и народ от участия в церковном управлении. Нужно максимально его привлечь. Далее следовала большая группа аргументов, которые архиепископ Антоний Волынский назвал телеологическими. Почему он их так назвал? Потому что обосновать такие аргументы канонически, как он писал, не представляется возможным. Они ориентируются не на причину, а на цель. А принять их можно именно с точки зрения современных потребностей церкви, то есть с точки зрения пользы церковной. Наиболее активным сторонником такой аргументации был как раз инициатор движения равенителей церковного обновления, участник группы 32 Николая Петровича Аксаков, доказывавший, что без поддержки государственной власти собору соответственно требуется надежная поддержка верующих, которую нельзя получить, не сделав соборные процедуры открытыми для церковного народа во всех смыслах. Должна быть открытая повестка, широкий состав участников, открытый выбор этих участников, только на таком основании не будет какого-то конфликта и собор действительно будет принят. Похожие мысли высказывали другие участники Зеведневич, Несмелов, Кузнецов, Назерский, будущий мученик Аан Попов. Эта идеологическая аргументация основывалась на признании факта глубоких разделений в церковном сообществе, опасении, что епископский собор не будет принят верующим, с одной стороны, а с другой стороны, это было желание сделать решение собора более полными обоснованным за счет привлечения позиций сторонних участников с разными взглядами. И эта группа аргументов, она очень тесно связана с другой, которую доктор богословия, тоже участник дискуссии Петрей Павел Светлов, назвал догматикой и теоретическим доводом. Мы можем это обозначить как попытку применить к собору органическое понимание церкви. Эта аргументация, она, собственно, даже и в записке группы 32 в составе церковного собора разбиралась отчасти в статьях Аксакова, уже на предсоборном присутствии эти аргументы преимущественно озвучивал как раз Светлов. Суть сводится к трактовке известных фрагментов из первого послания апостола Павла к Коринфянам и к посланию к Римлянам, там, где про тело церкви говорится с разными членами. И в этой трактовке тело церкви обретает полноту, соединяясь в определенных исторических действиях, в конкретный момент, и в конкретном месте, так сказать. Но поскольку вся церковь, естественно, не может соединиться таким образом, соединяются представители отдельно церковных групп, существование которых тоже прямо выводится из Писания, потому что это разные члены тела Христова, разные органы, равноправленные под головой Христова. Другие сторонники данной аргументации тоже там излагают свою позицию очень детально в таком отдельном мнении меньшинства членов предсоборного присутствия по вопросу состава собора вот с этого довольно обширного текста мы выделим тезис, что через органическое понимание церкви трактуется рецепция соборных решений. Сами по себе одни епископы ничего не решают без согласия всей церкви, без одобрения которой они не могли получать законные силы постановления епископов на собор. Вот этот богословский аргумент вполне закономерно вызвал обширную критику со стороны экономистов, упровергавших возможность такой трактовки слов апостола Павла. Но они как раз указывали, что цитаты очень избирательно подобранные опускаются, другие там важные евангельские фрагменты. И также они указывали на различие в понимании церкви тела Христова в целом и собора как органа управления. Вот, например, цитаты за Строумом. Собор не есть только выражение общения, а есть выражение церковной власти, орган этой власти. Речь идет об участии подвластных во власти по сомам в правах пастора, если мы мирян допустим не собор. Ну, здесь, конечно, еще надо оговориться, участниками дискуссии по сути предлагается даже не мистическое, а какое-то механическое понимание такой церкви-организма. Там на первый план выходит представление о цельности, а не структурности, хотя целая церковь в посланиях апостола Павла скорее призвивает именно структуру. И в обсуждениях собора тоже как-то теряется эта мистическая сторона и собора, и церкви, поскольку даже та аргументация, которая повторится как богословская, поспудно рассматривает собор как земной институт, требующий грамотной организации и делает акцент на земной стороне существования церкви. И критики телеологической аргументации, помимо прочего, задавали вопрос, а как именно присутствие некоторых мирян и клириков на соборе, собственно, будет способствовать принятию его решений теми, для кого не аргумент, не не епископата. Почему? Вот первый из подходов к пониманию рецепции именно на вот этом предсоборном присутствии, то, что рецепция, как таковая, собор вообще не требуется, потому что решения принимает епископа и пастовые эти решения просто принимают пассивно, то есть от нее не требуется какого-то подтверждения. Он как раз сторонник такой позиции профессора Илья Степановича Бердникова, неоднократно указывал, что рецепция соборных решений верующими вообще не требуется как таковая и критиковал утверждение, что коллективный голос церковного народа важнее, чем соборное мнение епископата. Он как бы подчеркивал, что даже в случае открытого уклонения епископа в ересь, уже осужденного соборами решения его разноклассия с паствой должно приниматься только на церковном суде, на соборном суде, а от паствы само это бы мало что вообще зависит. И интересно, что Бердников тоже обращался вот к этому окружному посланию восточных патриархов, многократно упоминаемым сегодня, и писал там, что хотя речь действительно идет о сохранении народом вероучения от попыток изменить его со стороны соборов и патриархов, но из указанных слов нельзя вводить, что охранение православной веры принадлежит исключительно и преимущественно простым верующим. Он доказывает, что вообще вот это послание восточных патриархов обращается к пастырям, а не к мирянам, и отмечает, что это послание в принципе не конкретизирует хранение благочестия как участие даже каких-то пастырей в соборах. Ну и наконец, он предлагает структовать соборное начало как вселенское, подразумевая связь поместных церквей. И отсюда он делает вывод, что подлинная рецепция соборных решений в предварительном предоставлении важных вопросов проведения собора на утверждение другим восточным церквям. То есть если другие церкви это понимают, это и есть рецепция. Ну, другие комментарии по поводу ссылок на послание восточных патриархов дает также вот Остроумов. У него тоже здесь подчеркивается, что эти слова восточных патриархов не дают основания и заключения, что мирянам составляют какую-то особую инстанцию по отношению к соборам, которые может принять или не принять соборное определение. Ну, вот там еще и Глубаковский с этим спорил, но я сейчас даже не буду на этом задерживаться. Вот другая точка зрения. Рецепция рассматривается как принятие или не принятие постановления собора верующими после собора. Собственно, да, наше классическое понимание, с которого мы начали. И при этом, интересно, роли верующих активны, а не пассивны, и поэтому важно обеспечить такую процедуру собора, которая не помешает осуществиться рецепции. Вот как раз придерживаясь этой точки зрения, Николай Аксаков подчеркивает, что на соборе производится подготовительная только работа, раздаются подготовительные голоса. Тело церкви, церковный народ, хранитель благочестия может, если надо, принять или отвергнуть собор. Также там интересно, что, например, Дмитрий Самарин там оставил даже особое мнение к решению комиссии в составе поместного собора. Он там спорил с некой формулировкой там освещательных решающих голосов для разных членов собора. Вообще возмущала сама идея, что у них будут какие-то освещательные решающие голоса, потому что такой подход делает определение собора обязательно для всех верующих, если мы говорим про решающие голоса. И это подход скорее католический, пишет он, православное же принятие соборных определений возможно исключительно путем свободного согласия и их основанного на внутреннем убеждении, безусловной истинности данного автоматической формы. И вот профессор Бриллиантов, цитата тоже на слайде, он также связывает рецепцию не только с самим собором, сколько с более широким представлением об общецерковном сознании, которым собор должен быть принят. Вот это и есть мысль. Нельзя не считаться с общецерковным сознанием, поскольку при этом носителем его является не одна лишь иерархия, не только епископа, но вместе с пастрой. Нельзя не обращать внимание на мнение паства. Основной принцип православия в отличие от католического взгляда на непогрешимость иерархии. И третий подход, интересно, он по сути тоже отменяет рецепцию, а соборском связывает в каком-то смысле с соборностью, так называемой, потому что вот в этом подходе принципиально важно привлечь именно к участию в соборе представителей всех групп верующих, потому что именно вот это непосредственное участие в церковном управлении здесь и сейчас на соборе, а не потом где-нибудь там во время неком принятии соборных решений, вот это непосредственное участие представителей всех церковных групп, оно и соответствует соборности как свойству церкви. Поэтому протерея Павел Светлов как раз подчеркивает законодательную функцию на соборах миряне осуществляют не свои индивидуальные отдельности, а вместе со всем собором. Протерей Александр Рождественский возвращается к старому вопросу филокатолика по пониманию органа непогрешимости на Востоке и утверждает, что не признавая непогрешимости папам, мы тем более не можем признать непогрешимость каждого епископа. Отсюда следует, что на соборе должны быть не одни только епископы, но и представители Клира и мирян, свободно выбранные. Наоборот, не совсем понятно, почему собственно, если нельзя признать непогрешимость епископата, то добавив еще и Клира и мирян как-то в лучшем ситуации, но тут он не проясняет. Но отдельное мнение уже тоже участников дискуссии фиксирует эту позицию. Вот как раз так, да, вот раз цитата из него. Дара непогрешимости церкви за епископским саном церковь не признает. Дар непогрешимости и следовательно решающий голос церковь вставляет за собой. Непогрешима только вся церковь, взятая во всем своем составе. Дар непогрешимости дается только единодушию всех верующих, взаимно соединенных верой и любовью во Христе. Ну и здесь что можно резюмировать. В результате дискуссии было зафиксировано решение, согласно которому делегатами на собор избирались представители действительно разных церковных групп. Это обосновывали больше телеологической аргументации, что так полезнее для церкви. Но нельзя сказать, что дискуссия рецепции завершилась каким-то вот итогом, примирившим представители разных точек зрения. И различия взглядов на церковь как цельный организм или иерархическую структуру приводили участников полемики к взаимному обвинению в протестантизме, с одной стороны, отрицании роли иерархии, или католицизме, то есть в жестком разделении церкви, научающей учимого. Вот эти обвинения очень часто звучали, потому что формулировки православного понимания рецепции соборных решений не были прояснены. Можно отметить, что на самом поместном соборе, кстати, возможно, отчасти в стремлении избежать указанных крайностей идея восстановления патриаршества уже потом осмыслялась многими участниками через личные качества первоиерарха как харизматического лидера церковного сообщества в противовес пониманию патриаршества как аналогопопизма. То есть им было важно подчеркнуть, что патриарх это некий представитель такой некий нравственный идеал, что ли, церкви, а вот не некий носитель непогрешимости, как папа у католиков тоже проговаривалось. И резюмируя, можно сказать, что попытки православного богословия охарактеризовать чёткое понимание рецепции в настоящем времени, то есть не относительно соборов прошлого, а как-то в какой-то текущей ситуации, в конкретных практических ситуациях, приводили к проблемам, описанным ранее в цитируемом фрагменте Самарином и Соловьёвым. Они приводили, с одной стороны, к обвинениям в католическом юридизме или в протестантском понимании церкви, то есть это или папизм, или какая-то полная духовная свобода. Описывая рецепции, православное богословие постоянно вынуждено было балансировать между этими крайностями и, по сути, получается скорее идти таким фактическим путём, объясняя, чем рецепция не является, или фиксируя её постфактом, когда она так или иначе состоялась, но трудно её как-то иначе описать. И на этом я как раз завершаю доклад, я тоже уложилась в 40 минут, надеюсь, что всё-таки была слышна большую часть доклада. Огромное спасибо за очень интересный доклад. Вот. Так. Ну и сразу вопросы. В чате можно устно. Ну, если пока никто вопрос вот не задаёт, то можно я тогда задам свой собственный вопрос. Он такой, я как философ, не как историк церкви, но у меня сразу возникло такое соображение, это даже не вопрос, но может быть и вопрос. Дело в том, что вот эта полемика, ну вот вернее, вообще подготовка церковной реформы, которая началась там в начале, после записки 32 священников, там и так далее, с 905 года, да, но она как-то логически восходит, в принципе, к реформам 60-х годов, потому что в 60-е годы впервые там были, так сказать, какие-то предпосылки к этому сделаны. Так вот мой вопрос в чём? Что, как я поняла, вот та полемика, которая велась в 80-е годы, в частности, там вот Лебедев присутствует, присутствует, потом Бриллиантов, ну вот те фамилии, которые мне, ну вот которые я запомнила, у них у всех практически используется аргументация не просто славянофильская, а именно Ивана Аксакова, потому что, может быть, Самарин, кстати, тоже, кстати, Самарин тоже тут участвует, просто именно у Ивана Аксакова, да, появляется представление вот такое развитое, подробное в его статьях о народном организме, что вот у нас должна быть общественная сила, мы должны выработать вот эту общественную силу, такое представление, не просто как бы такое мистическое учение там о соборности, а именно представление о народе, и что на самом деле вот народ движет всю эту культуру, да, народ, значит, все люди составляют это народ, что это не просто большая группа, а организм со своим самосознанием, да, что плодом народного сознания является народная творчество и так далее. То есть у меня такое ощущение, что большая часть аргументации, которая была и в 80-е годы, и позже, как мне показался в докладах, она опирается именно на позднеславянофильскую вот эту риторику. Конечно, Федор Самарин, ну, как бы ее актуализирует, вот, но и даже до Федора Самарина это именно славянофильская аргументация. То есть когда они искали, как они спорили, когда они искали аргументы, и спорили с католиками, они опирались на славянофилов. Вот мне так показалось, может быть, я ошибаюсь. Это такой вопрос. Ну, то есть я, конечно, тоже не могу сказать, что я прямо вот все-все-все линии, там, второй половины XIX века проследила, но они, безусловно, использовали именно славянофильскую аргументацию, причем там даже не Аксакова, но Хомякова даже, в общем-то, чаще всего они ориентировались. И как бы вот тут интересно, ну, просто сначала я изучала, да, филокатоликов, вот эту вот полемику как раз в Алконской с православными богословами, которые, скажем, там не упоминают, не отсылают ни к Хомякову, ни к Оксакову, ни к кому, а, в принципе, приводят точку зрения вот православной церкви, так сказать, вполне, так сказать, некую обезличенную на рецепцию, вот как раз там Лебедев и Беляев, профессор Николай Беляев. И потом, когда смотришь полемику на вот предсоборном присутствии, то интересно, что вот эту точку зрения повторяют как раз предсторонние широкого состава собора, а те так называемые канонисты, то есть профессора там канонического права, которые с ними спорят, по сути повторяют как раз аргументы той же Заветы Волконской, там буквальные совпадения. То есть вот полемика примерно та же самая, только там были католики и, так сказать, православные богословия, повторявшие осознанно или нет славяно-физские вот эти аргументы, а потом на соборе это как бы те, кто сторонники канонов и те, кто сторонники, так сказать, некого там такого филологического понимания церкви, вот там, что надо как-то эти каноны приспосабливать к действительности. Сторонники канонов, по сути, повторяют аргументы филокатоликов, потому что, в общем-то, тема, ну вот одна. То есть сторонники широкого понимания церкви, действительно, они как или иначе опираются на славяно-физское представление о народе, об общине, об организме, там разные члены должны как-то участвовать непосредственно, вот они будут потом как-то позже его воспринимать. Я просто почему именно про Аксакова, то есть я понимаю, что они все говорят, там упоминают, прежде всего, Хомякова, но дело в том, что именно концепция народа наиболее развита у него. То есть не у ранних славяно-филов, а именно вот у зрелых. Поэтому вот поскольку полемика возникает примерно сразу после того, как Аксаков умер, то может летать. Нет, но вообще-то интересно, потому что именно каких-то вот отсылок у Ивана Аксакова мне пока не попался, но я тоже еще, да, только, так сказать, тему нащупываю. Просто Хомякова-то они везде очень часто упоминают, это для них авторитет вообще там. Собственно, один из аргументов предсоборного присутствия о том, почему вообще необходимо туда призывать всяких мирян, почему неправильно это ограничивать, был в том, что вот если бы собор проводился там на сто лет раньше, то вы бы своими каноническими критериями даже Хомякова бы туда не позвали, а как бы можно было бы его проводить без Хомякова. Поэтому, да, как-то естественно для них вот такой авторитет, но вот надо вот посмотреть действительно именно концепцию Аксакова. Спасибо большое. Может быть даже и полезно будет. Спасибо большое. Так, вопросы в чате. Я вижу вопросы в чате. С тех пор понимание рецепции стало менее дискуссионно. Там, собственно, два вопроса по одной теме. Да, от Ивана Ивановича, от Матса Геннадия, православное богословие хоть немного продвинулось в решение обозначенных проблем. Мне тут трудно ответить, потому что у меня пока сфера исследования ограничена вот до собора. То есть это уже богословие 20 века дальнейшее. Это еще несложно сказать. Я понимаю, что в богословии миграции эта тема затрагивалась, безусловно. У Афанасьева как раз по поводу вот собора, того, что он был не совсем правильно устроен. У него много есть текстов. Но, собственно, там проблема-то, в общем, по-моему, решения предлагались все те же. Либо все-таки все сводится именно к мнению епископата, как бы Афанасьева. То есть мы должны как бы предназначить, что епископат выражает мнение церкви, и, соответственно, непогрешимость – это такое свойство епископата, если грубо говорить. А если епископат не выражает всего мнение церкви, то что-то не только церкви. И нужно как-то менять, так сказать, возвращаться к исконному, так сказать, понимание церковной общины. Как возвращаться, не очень понятно. Ну, либо там какие-то, наверное, были, так понимаю, персоналистские как раз взгляды на соборность, вот как её трактовать. Но тут я как раз пока не берусь сейчас подробно эту мысль раскрыть. Тут как раз отдельная, в общем, широкая тема. Но я не думаю, что это понимание стало менее дискуссионным. Просто по нему как-то сейчас в дискуссии, по-моему, не ведётся особенно. Юлия Рашидовна спрашивает. Очень узкий вопрос, подчасти по теме. Вопрос по примату апостола Петра в католицизме. Как в филокатолике трактуют следующие слова Христа? Отойдет меня сатана. Этот фрагмент следует вскоре после исповедания апостола Петра. Некоторые другие фрагменты в писании апостола Петра не вызывали у них вопрос в связи с их представлением о примате апостола Петра. Ну, вы понимаете, там же, в общем-то, эта полемика, она как бы не сто лет назад появилась. И у каждой стороны какие-то, естественно, есть свои ответы на вот эти вопросы, как трактовать или иные места в писании. Если там католической трактовки, не знаем, как там трактовать слова Теисии, Пётр, дай на сем камни, возбью на церковь своё, мы их понимаем, так сказать, что это вообще ко всей церкви относится. Они конкретно Петру, а католики всё время задают вопрос, как бы вообще уж православные вот это игнорируют. Вот тут же всё ясно написано. Они объясняют как-то эти фрагменты, ну, то есть не помню просто точных объяснений, какие-то объяснения есть, и они такие, в принципе, традиционные для католической апологетики. То есть тут филокатолики что-то своего не придумывали. Они просто брали вот такие обычные тексты, так сказать, каких-нибудь католических апологетов 19 века, и их же, собственно, и цитировали. То есть тут как бы по кругу идёт аргументация, как я понимаю. Вот этот именно аргумент о том, что такое непогрешимость епископата или там народа или папы, у них как-то их это сильнее интересовало, почему-то именно у них этот заметный интерес. А вот эти слова евангельские, разные поддержку папского примата или не поддержку, или наоборот, так сказать, опровергающий его, там как бы есть традиционный какой-то набор аргументов католиков, они его использовали, и я поэтому, может быть, его детально сейчас, ну, рассматривала, когда читала эти тексты, сейчас просто уже там детально не помню, там, в принципе, ничего нового. Кстати, Татьяна Николаевна, я вот не помню, Соловьёв там именно это место рассматриваю, как именно трактовал. Как практически может народ легально проявить свои несогласия с иерархией? Ну, собственно, вот это как раз, понимаете, как только вот все разговоры о ресепции соборных решений кто-то пытается применить к неким практическим ситуациям, вот там есть собор или там вот есть какая-то иерархия, которая что-то не то решила, как должен народ, так сказать, хранять благочестие, как эта функция должна реализовываться, да, вот конкретно. Тут-то и возникает проблема, тут-то никто и не понимает. Либо есть жёсткий ответ, что, в принципе, никак, народ, вот он принимает решения соборов, если там решение соборов не истины, то потом какие-то другие соборы их, значит, осуждают, потому что они как-то не вошли в церковную практику, никакого активной своей там позиции, точки зрения, ну, народ не высказывает, либо такое жёсткое, либо какие-то очень размытые трактовки, в которых очень трудно это сформулировать конкретно. В этом-то, собственно, и вот проблема вот этой секции, потому что её как-то, они и говорят, но как только это связывают с практикой, тут же возникает какой-то риск какого-то там оправдания раскола, что если народ начнёт активно там выражать несогласие с иерархией, то это ничем хорошим не кончится. Либо как бы, вот его вообще лишают права голоса. Ну вот, собственно, отказом от их принятия. А как конкретно Дмитрий народ выразил свой отказ после феррата Миндийского собора? Ну вот, как мы это вот к современной практике применим? Чего конкретно надо ждать от верующего народа? Тут просто очень широкие варианты ответов есть. Ну да, собственно, вот в этом и вопрос, да. Сколько этот вопрос сейчас является актуальным в плане того, что не только обсуждается или нет, а кажется ли вообще важным и нужным. Ну, лично мне кажется, что он никуда не уйдёт, потому что вот это колебание между таким, так сказать, консервативным и католическим подходом, как это говорили, и вот неким таким очень широким пониманием вообще вот церкви, как сообщество верующих, которое как-то там всё само решает, прям сообща. Этот баланс, он всё время, его поиск, по-моему, идёт постоянно. Поэтому вопрос, наверное, постоянно остаётся актуальным. Но мне вот немножко трудно судить вообще, как у нас это понимается сейчас. Возможно, есть ещё некоторое понимание рецепции как раз на вот этом предсоборном присутствии, часто телеологическую аргументацию приводили, там часто говорили, что очень важно, да, чтобы решения собора были приняты верующими, надо, чтобы решения собора были этими верующими поняты хорошо, чтобы до них это донести всё. Собственно, интернета как бы не было, как мы понимаем, и он нас не всегда спасает. И вот это, как раз, аргумент, почему нужно привлечь много-много представителей разных каких-то церковных групп, там, и там, сельское, там, какое-то паству, и духовенство, и там, городское, интеллигенцию, и там представители каких-то там учебных заведений разных вообще, там, разных-разных-разных слоёв. Монашество обязательно, потому что монашество пользуется авторитетом в народе таким неформальным, знаете, как бы, харизматическим. И поэтому вот они смогут лучше донести до тех групп верующих, которые им доверяют, решение собора. Вот это была такая логика. И обсуждалось, что хорошо бы предварительно в качестве подготовки к собору активно обсуждать, так сказать, на разных уровнях вообще те вопросы, которые на собор будут вноситься, чтобы верующие были подготовлены, как бы знали. И, возможно, вот сейчас такой подход практикуется, когда какие-то там документы или решения, какие-то, ну, такие касательные ни одной иерархии, да, каких-то вообще церковных изменений предлагается обсуждать предварительно на каких-то там в разных формах, да, в частности каких-то экспертов, так сказать, измеря, может быть, так это можно рассмотреть. Да, хорошо, спасибо. Я думаю, мы должны поблагодарить Анну Владимировну за очень интересный и складный доклад, но понятно, что сходу немного сложно, может быть, задать вопросы там по существу и деталях, поэтому я думаю, что если вдруг кто-то эту тему заинтересовался, то Анну Владимировну с удовольствием потом может на эти вопросы ответить, вот поэтому сейчас мы поблагодарим всех, кто нашел время сегодня поучаствовать в семинаре, Анну Владимировну, Анну Николаевну, и, наверное, можем к завершению уже двинуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!